Добрый день, уважаемые хозяеводы, любители, коллеги. Значит, каждый свой путь выбирает в вашем деле, и каждый идет своим путем. То, что мы выбрали, я не могу утверждать, что это самый правильный путь. Мы выбрали, наверное, самый длинный и дорогой. Поэтому, когда идея эта пришла в голову, я, к сожалению, сейчас даже не могу вспомнить, но когда задумали, поездили, поизучали, и обратились прямо введение в наши региональные, и нам посоветовали или начали козочек молодых, кафахарусь. Мы 50 козочек закупили в 2008 году. Но я почему говорю, долгий путь, молодые козочки, 2 года мы не задержали. Потом, первый продукт получили через 2 года. Еще 2 года, это проблемы для себя мы создали. 100-150 литров полока. Это проблемы для хозяйства. Это для частника, может быть, это нормально. Но для хозяйства, у нас вообще история такая, когда мы газоводством хотели заняться, обратились в руководство, нам, ну, мы попросили 15 гектаров земли. Но нам конкретно сказали нет. Сказали, берите колхоз, 1200 гектаров. В то время колхоз обрабатывал 50 гектаров земли, и все там зерновые, и мы держали 45 коров. Было надавлено 92 литра в день, 45 коров. И вот такие проблемы. Но, вот, 4 года, конкретно, мы пытались и на рынке продавать, и в городе Чебоксарах точки пооткрывали, но потом, распорядка, концов пришел, и аккуратно, культурно нас оттуда прогнали, сказали, ну, положено. Продавали на рынках. Ну, в общем, через 4 года только пошло какое-то движение. Тот, когда уже к счастью, наверное, вот мы, Светлана Ивановна, не доставали, у нас не было поддержа абсолютно. Тут вопросы были, у нас поддержа не было. Помогли нам соседи, Владимир Тарасович с производителем. Потом мы в Московской области тоже приобрели двух производителей. А в этом году сейчас опять нужно обновлять. Уже все срок проходит, будем обновлять. Вообще, ничего нового я вам не сказал, секрет не раскрыл. Вот по одной причине, что я просто не знаю секретов. А трудности, трудности знаю. Это, первое, сбыт, потом персоналы, ну и много трудностей. Конечно, сегодня, сегодня со сбытом проблем нет. По причине, что у нас под боком сильное хозяйство, это лукос, они нас выручают, все наше молоко себе забирают. Нет, то есть они сегодня, сегодня проблем нет со сбытом, потому что они есть. Но если они окреплены или что, то у нас другого сбыта нет. Мы даже не видим, куда мы что. Переработки у нас нет. Переработки нет. Но развиваться мы намерены. Мы вышли сегодня на положительную рентабельность. В 2008 году, в этом году первый раз, почувствовали плюсы, денежные выражения, я имею в виду. И интерес, мы теперь, вот, вообще, уходим от коров. У нас же был колхоз, он и сегодня существует колхоз, но мы коров распродаем, оставляем чистый коз и будем заниматься только козами. Мы в одном направлении будем работать. Я даже не знаю. Ну вот, то, что касается ассоциации. Я считаю, что Владимир Тарасович прав. Ассоциация нужна. Нужно сплачиваться и вместе работать. Я, конечно, не могу утверждать и говорить на себя или Владимиру Тарасовичу, что это его заслуга или чья-то другая заслуга. Но благодаря общим усилиям вышли в Минсерфос с инициативой на субсидирование. Еще раз повторяю, я не могу утверждать, что это наша заслуга, но мы получили первые результаты и мы с вами это почувствуем с субсидированием, но молоко уже подписано правительство. Ну дай бог, ли вы не послали. Нет, это уже постановление есть и решение будет. Поэтому я за ассоциацию. Но, коза молоко, вот как коллеги говорили, коллеги говорили, сегодня звонков очень много. Проблема с козликами, что с ними делать? Головная бомба, а козочек не хватает. Спасибо. Козликами надо заниматься козовым делом.